Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения и у нас очередная серия по черепашкам ниндзя легенды. Ну что же, ежедневные награды мы с вами забираем. Так, аж две награды у нас было. Так, по заданиям у меня все выполнено, в магазине я взял колоду уже. Так, пиццу. Пиццу мы с вами брали? Нет, еще не брали, но я думаю, что пока нам она не нужна. Начинаем с вами с турнирной арены, потом пойдем на испытания. И нам нужно будет пройти сегодня Мания Майки. Отлично. Ну, это потом. А сначала, конечно же, турнирная арена. И, ребята, меня скинули до Лиги Сегунов. Две звезды, 54 ранг уже. Так, ну что же, давайте наверстывать упущенное. Потому что пока я работал, естественно, меня, ребята, здесь опрокинули. 57 уровень, да, у нас у Д или Ди. Так, 56, это максимальный. Значит, мы с вами сделаем как? Будем брать полтиннички, да? Я думаю, что вот так сделаем. И в передачу ко всему возьмем с вами нашего Лео. Я думаю, за счет Лео мы неплохо с вами бустанем. Я, по крайней мере, на это надеюсь. И главное, чтобы мои полтиншки не упали здесь. Кстати, кому-то из подписчиков не понравилось, что я слабых персонажей называю малышами. Он меня так и попросил. Рэй, не называй их малышами. Хорошо, постараюсь. Хотя, ребята, по привычке все равно могу и назвать. Так, что тут у нас? Рафаэльчик. Давай, наверное, мы попробуем его... А вот так вот пробить. Попробуем? Е! Отлично. Ну что же, первый бой у нас прошел довольно неплохо. Как видите, идеально даже. Никто не получил повреждения. И мы с вами переходим далее. Так, посмотрим, куда нас перекинут. 54-я была позиция, становится 37-я. Слушай, ну мы с вами до Лиги Сегунов обязательно доберемся от трехзвездочной. Так, в магазине у нас уже колодочка откатилась. Давайте-ка мы ее откроем. Ага, нам ничего здесь не дадут. Только 7 бакинских. Но доллары тоже неплохо на самом деле. Так, а мы продолжаем нашу эпопею. Так, смотрите, Александр. Тут у нас Валя и Потча. Нет, я лучше буду, наверное, с Александром, да? Да, будем с ним драться. 54-й уровень здесь у него персонажа. Это максимальный. Слушай, а что мы с вами... Мы можем же вот так вот сделать, да? Взять одного еще слабенького. И... Давай опять возьмем Леонарда. Так уж и быть. Нам нужно, ребята, с вами пробраться. Вообще-то я хочу эту неделю, на самом деле, закончить в мастере. Но я сомневаюсь, что у меня это получится. Нам нужны платиновые осколки. Ну и золотые тоже, кстати, не помешают. Так, бомбанем. Минус Роквелл. Так, Кабанчик, успокойся. Он гранату бросает. Постепенный урон? Нет. Не повесил. Хиляться, я думаю, не стоит. Будем его вот так бомбить. Не пробили. Слушай, а вдруг? Нет. Давай вот так вот просто бомбанем. Телепацией. 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 Что-то, какое-то слово придумал. Новенькое. Так, ладно. Двигаемся далее. 37-я позиция становится 20-й. Отлично. Так, ну я думаю, что еще, ребят, наверное, 1-2 боя и все. Смотрите, Екатерина здесь у нас, да? Якоб и опять же Ди. Хм. Давай, наверное, будем брать Екатерину. Так, 56-й максимальный. Слушай, ну тут уже, наверное, ребят, мы будем брать вот этих вот гавриков наших, да? Так, Лео, да, нам, скорее всего, он пригодится здесь. И поэтому я его беру в команду. Так, а потом пойдем на мания майки и, надеюсь, немножко заработаем ДНК на Микеланджело. Так, пошла вертушка. Лео, не подведи. Так, Леонардо выжил, да? А ну-ка, если вот так сделаем. Все, пока идем идеально. Может быть, даже сейчас перепрыгнем на Лигу Сегунов 3 звезды. Посмотрим, хватит ли у нас опыта для этого. И нет. К сожалению, пока еще не получилось. Четвертая позиция. То есть, нам нужно будет с вами сделать еще один заключительный бой. Заключительный я в плане того, что перейти на Лигу Сегунов 3 звезды. Так, тут уже 60-й уровень. Опять же, Екатерина. Опять же, Якоб. И опять же... Да ладно. Два раза подряд, что ли? Ну да. Опять одни и те же, как говорится, владельцы своих героев нам попадаются. Ну, тогда мы, наверное, будем опять же с Екатериной. 60-й уровень. Поэтому мы тоже будем с вами брать 60-й уровни. Так, и возьму еще раз Леонарда. То есть, у нас получится с вами всего лишь один бой. Ммм, это плохо. Это очень плохо, ребят. Так, ну что же. Вертушка. Погнали. Ну, сейчас тут, наверное, выживут побольше, да? Да, ребята, у нас выжил Доник. Блин, я хотел в Доника бомбить. Ладно, давай массовую атаку тогда сделаем. Все, они упали. Ну что же, сейчас мы с вами перейдем, естественно, на Лигу Сегунов 3 звезды. Ну, а дальше уже будем продвигаться к мастеру. Хотя у нас всего лишь один бой в запасе. Позиция у нас... Ох, 98-я. Это, кстати, плохо. Это очень плохо. Серебра я не вижу у нас. Так, Аида. Туан и... Бэми... Бэми... Бля, язык сломаешь. Короче, не выговоришь. Я, наверное, буду брать Аиду. Аиду. Так, раз, два, три, четыре, пять. Давай начнем вот с этих ребят, наверное. Слушай, мы можем, кстати, с вами, знаете, как сделать? Еще один бой, если мы с вами откатим Леонарда. И возьмем, например, двух слабеньких. Да, мы, пожалуй, так с вами и сделаем сегодня. Чтобы еще один бой нам провести. Чтобы подняться чуть-чуть повыше. Так, ну что у нас? Кто? Ну, естественно, бомбочка. Это понятно. Потом, наверное, будет Монда Гека у нас на прицеле. Так, хотя, подожди. Давай-ка, наверное, попробуем Эйприлу убрать. Ну-ка, получится. Постепенный урон не повесили. Она сейчас стопудово захиляется. Успеет. Или... А, нет. Не успеет. Мы ее уничтожаем. Так, теперь бомбим железноголовым. И остается Бибоб и Лео. Давай тогда волну смертельную. Он погибнет. Хотя мы его добьем зэком. Все. Отлично. Ну что же, теперь с вами берем самых сильных наших персонажей. Плюс два малыша. Малыша. Ладно, слабенькие герои. Так. Какая у нас позиция сейчас будет? 84-я. Слушайте, ну как-то медленно мы с вами продвигаемся. Смотрите, здесь нам достается даже серебряный персонаж. Мухаммед. Кстати, Мухаммеда мы очень часто с вами встречаем. Причем, погоди, к секунду. Ладно. Если мы с вами вернемся обратно, там уже может быть другие герои. Но я видел, что Мухаммед. И там еще был один Мухаммед. То есть два. Так. Берем трех вот этих персонажей. И двух слабеньких. Слушай, я надеюсь, моих слабеньких этих не положат. Главное, чтобы успеть Рафаэля поставить в провокацию. Чтобы никто их... Хотя здесь Бакстер Стокман есть. А у него Смертельная Волна и, соответственно, Маузеры. Это не есть гуд. Попробуем. Ну-ка. Хопс. И остается только Эйприл, которую, естественно, мы с вами добиваем. Отлично, ребята. Ну что же. В принципе, с ареной на сегодня мы заканчиваем. И дальше идем на испытания. Так. Какая позиция? Семьдесятые. Ну что же. Неплохо. Выходим отсюда. И, ребята, отправляемся. Так. А у нас вот здесь надо поменять. Кстати. Нам нужно зайти в магазин, глянуть. Может быть, что-то можем приобрести себе. Ну, например, того же самого Бибопа. Давайте пять тысяч потратим. Так уж и быть. Но зато пять ДНК зарабатываем. Так. По осколкам. Ух ты. Ребят. Естественно, будем брать с вами Армагошу. Мы его решили прокачать. Так. А интересно, по вот этим жетонам. Пятьсот пятьдесят. А мы с вами копим на кроликов. Соответственно, у нас не хватает. Поэтому это дело мы пропускаем. Ну что же. Испытания. Мания майки. Поехали. Так. Кого нам дадут? Зек. Рокзар. Крис. Морозильная кошка. И Мондагека. Морозильная кошка и Мондагека слабенькие. Поэтому, ребята, мы здесь вряд ли далеко с вами продвинемся. Но, надеюсь, как можно больше ДНК на разные виды черепашек мы с вами получим. На разные виды Микеланджело. Так скажем даже. Пока здесь все нормуль. Двенадцатый уровень. Десятый уровень. Они, естественно, будут падать. Второй бой, я больше чем уверен, тоже у нас пройдет отлично. И даже третий. А вот на четвертом, скорее всего, уже будет опасно. Потому что там где-то уже сороковнички пойдут. А может быть даже полтишочки. Посмотрим. Так. Ну тут, естественно, победа. И мы с вами зарабатываем Микеланджело фильм. ДНК именно на него. Кстати, тоже неплохо. Если бы нам прокачать его еще, это было бы шикарно. Поехали. Очередной Микеланджело у нас. И, кстати, здесь, по-моему, двадцать пятый уровень, да? Ну-ка глянем. Нет, здесь пока двадцатый. Ну, а самые главные персонажи, по-моему, будут иметь двадцать пятый уровень. Сейчас посмотрим. Так, это у нас вторая волна. Шенигами, ты какой уровень имеешь? Да, ребят, смотрите, двадцать пятого уровня они. Соответственно, это уже опасно. Третий бой, они будут тридцать пятого, получается, да? Наверное, где-то так. Ну, тут пока все хорошо. Тут они опять же падают все практически с одного удара. Отлично. Получаем с вами три звезды. Естественно, мы можем с вами фармить потом эти уровни. Но если нам это понадобится. Кстати, надо будет посмотреть по ДНК. Какую черепашку именно из Микеланджело нам прапать, прокачать. Так, вот этот, кстати, тоже нам пригодится. Это Микеланджело ролевой. Кстати, довольно неплохая черепашка. И вы помните, если кто смотрел самые первые выпуски, да? Я довольно неплохо разбирался именно той черепашкой. Именно ролевиком. Так, смотри-ка, кожеголовый. Здесь морозильная кошка, все дела. И они у нас какого уровня? Тридцать пятого. То есть, следующий бой у нас будет, да? Уже сорок пятый. Соответственно, морозильная кошка моя и мой Мондагека будет в особой опасности. Потому что их могут там разобрать. Ну, а здесь пока все хорошо, все отлично идет. Последняя волна у нас третья. И я думаю, что здесь мы их все-таки разберем без проблем. Так, минусуем одного, другого, третьего, да? Практически без каких-либо проблем. Ты смотри-ка, а! Подхиляться он решил. Зачем? Пока непонятно. Так, это в провокацию встал. Провокация его, конечно же, не спасла. Ну и все, ребят, мы с вами зарабатываем ДНК на ролика. И двигаемся с вами дальше. Потом я, скорее всего, буду исключать из своей команды именно морозильную кошку и Мондагека, чтобы получить там три звезды. И можно было бы фармить этот уровень. Так, елки-палки, я ошибся, ребят, немножко. Мы с вами сейчас проходили эпизод третий. Вот, эпизод четвертый только сейчас у нас будет. Вот так вот. Ладно, я надеюсь, мы с вами пройдем сейчас его. Ох ты, сороковые уровни. Ладно, я включаю автобой. Я думаю, что они все-таки здесь сами смогут справиться. Тут опять же три волны. Мондагека и Макман. Ну-ка. Ой, как слабенько бьем. Как слабенько бьем. Так, ну смотрите, морозильная кошка нас ускорила. И это, в принципе, хорошо. Так, давай. Пробили и Макмана нужно уничтожать. Эй! Морозильная кошка справилась. Отлично. Последняя вот тут у нас команда. И одни Микеланджелы, да? Так, давай посмотрим, что тут произойдет у нас. Мондагека, как ты слабенько бьешь? Как же ты слабенько бьешь? Ускоряешь? Нет. Бросает комочек. Хе, снежный. И попадает. Несмотря на то, что у нас на Мондагека, ребята, у ворот стоит. Тихо, тихо. По кому бомбанет? По зэку. Это, конечно, ты зря, парень, сделал. И зэк на одного персонажа бросает бомбочку. Зачем? Зачем так делается в автобое? Я не пойму. Мог бы просто в него выстрелить, и все. И он бы упал бы. Нет, ему надо было именно бомбочку бросить. Так, ну что же. Микеланджело ролевой нам достается. И мы переходим с вами вот сюда. Так, здесь уже будет опасно. Поэтому я, исключая вот этих двух героев, думаю, что и тремя мы сможем здесь пройти. Четыре волны, кстати. Тля. Давай будем разбирать. Слушай, мы же здесь можем автобой поставить. Зачем, ребята, мы с вами будем свои силы тратить? Они здесь разберутся. Тут полтиннички. Эти полтиннички. Соответственно, главные персонажи здесь будут 55 уровня. Да, мы, скорее всего, с вами и следующий эпизод тоже сможем пройти. Я, в общем, уверен. Хотя, посмотрим, как пойдут у нас здесь дела. Пока все хорошо. Третья волна. Здесь у нас... Хм. Кожеголовый, да? Морозильная кошка. И я вижу Кейси Джонс тут стоит. Такой, главное, на клюшку облокотился. На. Отдохни. Так, кожеголовый тоже упал. И заключительная волна здесь у нас. Тут и Майки Космос, да? И ролевик. Все дела. Так, зачем ты сейчас сделал провокацию? Массовый атакат. Майки Космос. Тьфу. Ого. Ничего себе. Да, он пробил у нас, кстати, Криса Брэдфорда. Причем довольно неплохо. Так, погоди-ка, погоди-ка. Дай-ка я переключусь в ручной режим. Что-то мне не нравится, как у нас идут дела. Очень не нравится. Причем еще на Криса повесили, ребята, ослабление. Ослабление атаки. Так, постепеночка. Давай мы, наверное, сделаем усиление брони себе. Так, бросим бомбочку. Ну, и остается лишь добить их. Сейчас мы этим и займемся. Хе-хе, сейчас бросит. Наверняка не мату повесит. Да? Нет, не вышло у него ничего подобного. Минус. И этого минус. Все, ребята, идеально. Так, как я говорил, нам нужно будет посмотреть, кого мы можем с вами собирать. На кого меньше всего нужно ДНК. Классический. Так, и у нас оригинал, ребят. С оригиналом, наверное, придется туго. 65-е уровни здесь. Это у главных героев, да? И 60-е у обычных. Давайте-ка попробуем. На следующую катку, естественно, нам лучше не ходить. Потому что там будут 70-е уровни. А противник будет 75-го. Соответственно, я не справлюсь там. Потому что у меня 75-е уровень имеет только Зек. Но вы сами знаете прекрасно, что он в одно лицо не потянет. Всю эту кабалу. Поэтому давайте бросать бомбочку. Ты бич. Видите, даже здесь они не падают. Даже здесь они держатся. Сейчас еще... А, смотрите, уклонение висит. Сейчас будем мазать, да? Нет, тут попали. А давай-ка попробуем вот этого. Вот, здесь уже промахиваемся. Так, Белка, успокойся, пожалуйста. Она взяла провокацию на себе. Я видел, вон она. Вот этот значок означает провокация. А мы тогда тоже с вами возьмем. Пускай Рахзар будет держать натиск врагов. Минус Грибок и минус Белка. Третья волна, да? Так, Шинегами и Макман. Кстати, вот... Ёлки-палки, они... Они здесь все сильные. Но я думаю, начнем с Шинегами. Ох, практически пробил. А вот так вот. Минус. Так, Железноголовый нам тоже, кстати, здесь может навредить. Если он будет бомбить своими ракетами. Еще к тому же, как бы его нам ликвидировать-то побыстрее, а? Защита понижена. Плюс замедление скорости. Пробиваем его. Молодец, Крис. Красавчик. Макман, успокойся. Выжил. Он выжил? Ай-яй-яй. Ты посмотри, сколько урона он нанес Зеку. Обалдеть просто-напросто. Так, усилимся. Успокойся, пожалуйста, а? Муха-наруха. Да ладно, оглушил еще. Ты прикинь? Оглушил Криса. Это непорядок, кстати. Так, меткость понизили. Естественно, мажет. И четвертая волна. Но у меня Зек, ребята, практически на добром слове живет. Можно так сказать. Давай-ка попробуем вот так. Может быть, контратака? А-а. Ни на кого абсолютно не попало. Так, ну что? Блин, ребята, отхил. Ты посмотри, что делает, а? Полностью практически восстановил здоровье. Бомбочка, да, понеслась? Ай. Это опасно. Так, Белку минусанули. По кому? По Зеку, да? Нет. По Зеку он бы не попал. Тихо ты. Да посмотри, что творят, ребята. Сейчас мне, по-моему, Рахзара-то... Почему промах-то? С какого вдруг перепуга сейчас был промах? О, еще и уклонение вешает. Вот теперь-то точно, ребята, по-моему, мы приплыли. Мы не будем попадать сейчас по ним. Ну, я постараюсь, конечно. Пробили. Смотри-ка. А вот здесь мажем. Слушай, Зека, по-моему, сейчас уронят мне. Что, что, что? Ну, естественно, супер-атакой. А, нет, по Рахзару. А вот теперь кому-то крышка. Рахзару ушатали, ты прикинь? И еще отхил. Обалдеть просто-напросто. Ну, вот, ребята, и началось промахивание наших ударов. А я думал, на самом деле, что мы сможем здесь пройти. Но, по ходу дела, не получится. Так, они мажут? Почему-то, интересно. А, ну, правильно, ребята. У нас Зек самый сильный герой, поэтому по нему не так легко попасть. Да что ты будешь делать-то? Все не то. Все не то. Я думал, контратака хотя бы повисится. Но нет. Все, Зек упал. Ребят, вряд ли у меня Крис Брэдфорд здесь потянет всю эту шайку-лейку. Не получится, судя по всему. Я попробую хотя бы вот этого Майки уничтожить. Майки-фильм. Ну-ка, пробьем. Е. Так, интересно, а вот этого сможем с вами? Ай-яй-яй, совсем чуть-чуть не хватает нам, да? Опять бомбочку бросает. Так, у нас с вами повышенный крит урон. Но я думаю, что мы, наверное, не выживем с вами. Ну-ка. Скорее всего сейчас, да, чуть-чуть нам не хватило. В принципе, ребята, мы можем с вами переиграть этот уровень. И я больше чем уверен, мы его затачим. Но стоит ли? Майки-оригинал. Давайте посмотрим, что у нас по Майке-оригинал. Сколько у нас ДНК. Нужен ли он нам вообще? Так, вот. У него, ребята, всего лишь одно ДНК. И, соответственно, нам нужно 80 штук. 80 штук. Ёлки-ты-палки. Нам копить и копить. Короче. В любом случае делать нам нечего. Поэтому я буду, наверное, переигрывать этот уровень. Но сначала я вот здесь вот обменяю. 35. Ага, тут у нас еще есть. Обмениваем все, ребята. Все, что у нас в излишке, просто расщепляем на сюрикены. Так, по-моему, все, да? По-моему, ребята, все. Кстати, а что у нас будет в испытаниях? Я уже забыл, кто у нас тут разыгрывается. По-моему, какие-то черепашки, да? Если я не путаю. Ничего. Ладно. Была, не была. Я попробую еще разок. Только вот на этот раз я возьму всю команду. Все равно на 3 звезды у нас пройти не получится. Ну, а так хотя бы Монда Гека может успеть врубить ускорение. Может. А может и не успеет. Сейчас посмотрим. Так, давай сделаем, наверное, защиту. Доп. Ну что, Таракат, да успокойся ты, ёлка-палка. Ты все равно нас не пробьешь. Уж Рахзара ты точно не пробьешь. Потому что... Так, и... Вот оно, да, по-моему, ускорение у нас. Да. Отлично. Я вот, правда, не помню, на сколько ходов. И у нас еще у морзильной кошки, кстати, есть ускорение. Хе, ты посмотри, сколько она нанесла урона. Вообще ничтожно мало. Ну, так как у нас, смотрите, и крит, урон, да, повышен, и обычная атака. Мы с вами сейчас должны с этими охламонами разбираться с полтычка. Так, переходим на вторую волну. И попробуем, ребята, моментально их забомбить. Ай, меткость понизил. Ладно, хорошо. Минус гриб. Ускорение пока стоит. Почему-то у Зека вообще ничего нету. Все пробафаны, кроме Зека. В чем проблема-то? Промахиваемся. Минус гриб. Ай, морзильная кошка и Монда Гека, ребят, в большой опасности. Контратака повесилась на Монда Гека, ребят. Получи в ответку. Ну-ка, минусанулись. Замечательно. Слушай, надо было, наверное, все-таки баллончик нам бросить. Ну, ладно, фиг с ним. Оу. Промахиваемся. Нет, надо по грибку звездануть. Так. По-моему, ребята, сейчас у нас Монда Гека упадет. Или не упадет. Надо было, наверное, отхилиться. Надо было хильнуться морзильной кошкой. Ребят, ну что же я так, а? Не сообразил. Третья волна. Ну, здесь, по крайней мере, мы с вами, опять же, должны их забомбить. Сейчас постараемся. Надо убрать отсюда... Давай, наверное, Макмана попробуем. Четенько. Так, хиляться пока, я думаю, не стоит. А вот ускориться нам не помешает. Ускорение. Так, провокация на Арахзара. Теперь сносим железноголового. Е. Так, ну что, шенигами. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот эта атака очень, очень, ребята, мощная. Ты посмотри, сколько хп отняло. Так, защиты нету, поэтому сделаем. Там еще и постепенный урон повесил, ты представь. Так, минус тля. Ну-ка. Ага. Понизили ей защиту. Хиляемся. Потому что морозильная кошка у нас здесь долго не поживет. Вы сами понимаете, почему. Ее в любую секунду могут уничтожить. А так она хотя бы сделает доброе дело. Естественно, на отхиле. И вот они, вот они, эти черепашки, да? Комочек. Комочек. Давай, наверное. Ну, вряд ли она, конечно, заморозит. И урон, наверное, будет минимальный. Его вообще нету. Просто промахнулся вот и все. Так, бросаем бомбочку. Вот. Вот это уже совсем другое дело. Уничтожаем оригинал. Так. Хиляет. Нам нужно вот это уничтожить. Потому что если он, ребят, поставит уклонение, мы опять с вами будем мазать. А как на... Он уже ставит. Он уже ставит. Ну, теперь, наверное, фиг пробьешь, да? Теперь, наверное, ты его не пробьешь. Мажем. Я не понимаю. У него, наверное, ребята, знаешь, на фулку прокачано вот это уклонение. Потому что не может быть такого, чтобы мы промахивались. Суперудар прошел. А так. Е. Так, ну что? Я хочу отомстить. Ну, понятно. Морзильная кошка у нас упала. Вот этому вот Микеланджело фильм. Да-да-да. Вот за счет вот этой вот своей вертушки прошивой он тогда и ушатал героев у меня. Вот теперь отдохни, парень. Так, а этот? Этот применяет массовую атаку. Давай. Замедление сделаем. Отлично. Так, ну что? Я думаю, ребят, мы его сейчас сможем пробить. Е. Ну, по крайней мере, мы с вами прошли этот эпизод. Пускай даже на одну звезду, но все-таки. Так, ну а теперь давай Микеланджело оригинальный. Одно ДНК получили. Ну, а Микеланджело космос, естественно, ребят, тут даже и думать нечего. 75 уровни. Они нас разберут. Они нас разберут и даже не поморщатся. Так, давай посмотрим, что у нас по черепашкам Микеланджело. Давай посмотрим. Так, здесь 53 ДНК. Ну, естественно, подожди-ка. Мы сможем его фармить? Мы сможем. Давай попробуем. Два доллара. Во! Две карточки получили. Это уже плюсик к нам. Здесь, кстати, можно попытаться. Е! Ха-ха! С лету, как говорится, вытащил. Так, а здесь? Здесь тоже он. А, нет, нету, ребята. Ролевика здесь нет, к сожалению. Ну и что? Зато мы с вами 4 ДНК получили на ролевика. Это, кстати, классно. Уже 57. То есть нам еще нужно 23 ДНК. И мы сможем его на четвертую золотую звезду передвинуть. Хорошо, давай посмотрим, что у нас еще. Какие еще черепашки? Так, классический. Всего лишь 2 ДНК из 80. Да, долго нам придется на него копить, если честно. Так, тут ничего нету. У нас до сих пор Леонардо... А, ну да, Леонардо оригинальный. Имеет 3 звезды. Рафаэль, видение. Блин, и Леонардо... У меня очень много черепашек. Как видите, 3 черепашки из видения, которые до сих пор не открыты. А времени уже прошло достаточно много. Ну что, вроде бы и все на сегодня, да? Сделать нам больше нечего. Можем, конечно, крутануть с вами рулетку. Давайте, ребята, сделаем. Пока есть такая возможность. Крутись, крутись, колесико. Остановка. Ну ладно тебе, везде одно ДНК. Ну вот... Бибоб фильм. Давай, ребята, еще одну попытку. Так, конечно, хочется, чтобы тебе выпал пак. Но это, ребята, так редко, очень редко происходит. Кстати, вот здесь прикольно, да? Если бы он даже бы туда перепрыгнул, все равно, Рафаэль, 2 ДНК бы нам выпал. Так, ну-ка. Остановочка. Нет, нет, вот смотри. Вот как специально, на Донателло, где вот одно ДНК, он на него перепрыгнул. Вот упырьки, а. Так, у нас с вами 942 доллара. Что мы можем с вами взять? Интересно, вот есть вот этот вот, вот эту колоду. Ох, елки-то, палки-то, смотри. Ну, как тебе сказать? Тут 8 карт ты получаешь, да? И получите хотя бы одного персонажа, гарантированно. Зачем мне персонаж, если у меня они, ребята, практически все открыты? Здесь нет такого, хотя... Нет, ну ты прикинь, если бы мне, например, выпал кролики-персонажи, вот, открыть я бы их смог. Вот это было бы, конечно, прикольно. А здесь есть такие, там, например, Шреддер или Крэнк? Нету, да? Тут у нас пошли уже 2 звезды, понятно. То есть ты можешь сразу себе открыть персонажа с 3-мя звездами, да? Золотого причем. Хм. Слушай, заманчиво вот кроликов открыть себе, да? Ну, ребята, 3000 долларов. Это очень дорого, мне кажется. Уж лучше я как-нибудь сам покоплю. Ну что, друзья мои. На турнирной арене мы с вами в Лиге Сегунов 71 ранг. Соответственно, наверное, пока будут выходные. Еще завтра я поиграю. А, завтра мне уже на работу. Да, скорее всего, не получится. И к тому же у нас сегодня что, четверг? Остается 3 дня. И будет обновление недели. В любом случае, нам нужно получать с вами осколки. У нас с вами 300 платиновых осколков. Для того, чтобы перевести, ну, в платину, да? Нам нужно 400. То есть, еще в следующей неделе. Да, придется ждать. Ну что ж, друзья. Тогда на этой ноте мы с вами закругляемся. Выпуск получился коротеньким, но зато продуктивным. И увидимся с вами в следующей серии. Так что, всем удачи и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok